Мы тут сейчас все отравимся от этого антистресса. Кухня полная дыма. Надо открывать окна срочно. На медленной скорости его только расплющиваем. И на большой скорости проехаться по нему. Попробуй все-таки под прессом. Да уж, не так, что и легко получается уничтожать антистресс. Я покинь, я термей, лайк, а потом, лайк, а потом. А я Софи, просто Софи. Ромен, пиши, ответный лови. А я Эйвен, лапу пошел. Когда дожмешь на кнопку подписаться, то... А я Бежалек, говори мне лайк. А я Киста Алиска, жди твою подписку. А теперь к мести к экрану, близко. Коммент лайк, залетай, жмякай лайк, подписывай. Коммент лайк, залетай, жмякай лайк, подписывай. Коммент лайк, залетай, жмякай лайк, подписывай. Приветик, и у нас сегодня челлендж, кто первый? Уничтожит антистресс. Помните, как мы с Лизей уничтожали? А я хочу сумку за миллион рублей. Почему у вас есть, а у меня нет? Сумку за миллион рублей она захотела. Ты кошка, а не собака, понятно? Зачем тебе сумка, ты никуда не ездишь? Купи себе лучший ошейник за миллион долларов. Ах, ты жадный покемон, издеваешься, да? А, только не прий. На самом деле, это настоящая сумка Шанель. И это просто шок. А переноска Гуччи? А собачий Луи Виттон за 200 тысяч? Мне кажется, Кисси Алисе не нужен дорогой ошейник. Лучше купить тот домик Hello Kitty за 30 тысяч долларов, который на Маня показывала. А может я хочу дорогой ошейник или толках ошейник за 4 миллиона? По-моему, сейчас ребята, которые нас смотрят, вообще не понимают о чем мы. Точно, мы совсем забыли сказать. Ребята, это новое видео на Мэджик Фэмили сегодня вышло. Про покупки для питомцев на миллионы, миллионы, миллионы рублей. Гуччи, Файт, Луи Виттон и все такое. И куча других дорогущих штук. Обязательно посмотрите этот ролик, потому что он нереальный. Слишком, слишком много, много, много денег. Это видео такое же золотое, как эта кнопка Ютуб от Мэджик Фэмили. Она наша до сих пор не пришла. Не расстраивайся, Кисси Алис еще придет. А ссылку где мы оставили? Отстань, Покемон, со своими дурацкими шутками. Я имела в виду, что мы ссылку на новое видео на Мэджик Фэмили оставили в описании. А где еще мы могли ее оставить? Киска, Алиска, кота монстр, слайз давай, потому что мы ранее уже позвали. Будем челлендж устраивать, погнали. Привет, пупсики, ну что, давайте начинать ваш супер-мега-челлендж. Кто первее уничтожит антистресс? У нас тут много всяких антистрессов. Давайте посмотрим, из чего вам придется выбирать. Я смотрю, тут у вас много сквиши, эмодзи, космическая панда. Вот такой вот большой сквиши-котик. И это только сквиши, вот такое вот облачко очень миленькое. А вам придется выбрать по одному антистрессу. А это что такое? Печенька, вафелька? А-а-а, они несъедобные? Юмичу, это же сквиши, ты что? А я смотрю, вы думали, что они съедобные, да? Мороженку уже тут кто-то явно попробовал. Это не я, нет, это не я, вообще не я. Юмичу, судя по твоей реакции, это была именно ты. Еще есть вот такая вот гигантская радужная клубничина. Да, выбор будет сложный. Это точно, Эйвен. Так, отложим пока сюда, здесь еще сквиши, ой, ой, ой. А, ну ты как всегда рукожопишь, а? Простите, радуга с облачками. Но вам не обязательно для уничтожения выбирать сквиши. У вас еще тут куча других антистрессов, давайте посмотрим. Я хочу уничтожить кого-нибудь другого. Давайте поспешим, это у нас антистресс-рысь. У нее там внутри какой-то порошок. Мы таких как-то раз с вами разрезали, и у них внутри вот ежик точно такой же. Такие мелкие-мелкие белые пластиковые шарики. Этих ребят будет сложно уничтожить, мне кажется. Когда растягиваешь, ой, да что ж такое-то, обычно их видно, но в ежике не видно. Вы уже, давайте, начинаете думать, кого уничтожать будете. Похожий на эти антистрессики здесь есть динозавр, у него внутри в животе такие же пластиковые шарики, а вот хвост и шея растягиваются, смотрите. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, смотрите как он раскручивается. А-а-а, неаккуратнее с твоим рукожопством он в кого-нибудь влезет. Помордина дает. А-а-а, да, ладно, извините, ну в общем вот такой вот динозаврик. Кто-нибудь хочет уничтожить динозавра, да что ж сегодня у меня все из рук-то валится, а? Потому что ты мэджик рукожоп. Смотри, смотри, я не какой мишка. Так, антистресс медведик, это мишка, а это наша мишка. Мишка, хочешь уничтожить мишку? Э-э-э, нет, я пожалуй что-нибудь другое выберу. Ну ладно, в общем, ой, видели как глазу мишки выпучило и попу. В общем, этот мишка похож на предыдущие антистрессы, у него примерно то же самое внутри, я так думаю. Наш зоопарк пополняется. А вот это, вот это что за монстр? Такой монстр. Его нам прислали, на нем написано даже на канал Magic Pets. А вообще, Юмичу, это и есть монстр, тут даже написано. Монстр, игрушка, тянучка, можно кидать, растягивать, можно сжимать. Прикольно, открой-ка посмотреть на него. Уже открываю. Такс, это какой-то, мне кажется, снежный человек. С рогами. Ой, Аня, ну там же написано монстр. Он такой прикольный, необычный, я думала он похож на зверушек наших, но нет, он совсем из другого материала. Да, не похоже, у тебя сегодня все вальца из рук. Короче, если у тех резинка твердая, жесткая, то у него такая мягкая, приятная на ощупь, такая вот прям нежная. А внутри другой какой-то наполнитель. То есть, если его вот так сжимать, он так и остается в этом положении. То есть, там не пластиковые шарики. И тянется он очень-очень круто, вообще прикольный антистресс. И такой большой, и ноги у него растягиваются. Короче, вообще очень классный, мне безумно он понравился, я бы таким точно антистрессилась. Но кто-то из вас сегодня его выберет на уничтожение. Смотрите, его как угодно можно смять. Кинька сюда. Лови. Ой, ой-ой-ой, прикольный монстр. Я буду уничтожать его. Хорошо, Киса Алиса, тогда скорее придумывай свой способ. А можно я буду? Нет, покемон. Ну вот, я хотела его выбрать. Придется, Юмичу, тебе выбирать что-нибудь другое. Так, первый выбор сделан для челленджа. А, они откроют эту штуку. А это что за упаковка? Давайте посмотрим. Вы уверены, что это антистресс тут? Может быть здесь что-то другое? Ястребы эндко. Орел. Скоморох. Может это порода орла? Это что, птичка что ли? Ну да, Юми, орел это птичка вообще-то. У него такие прикольные крылышки. И все-таки это антистресс, у него внутри тоже какое-то наполнение есть. Дай-ка за жопку его возьму. Юмичу, ты выбрала его? Нет, я хотела снежного человека. А его выбрала я. Киса Алис, может быть ты хочешь птичку? Ты же любишь птичек. Смотри, орел летит на тебя, Киса Алиса. Отстань, не хочу я птичку. Я хочу снежного человека. Не хочу эту птицу дурацкую. Бери его от меня. Ну и все, орел на тебя обиделся и улетел. Детский сад Ромашка. Еще одно животное в антистресс-зоопарке. Я тут опять сквиши еду нашла, только банан. Может, Софиш, ты хочешь уничтожать банан? Банан? Нет, наверное, банан не подходит для моей еды. И у меня другая идея для уничтожения есть крутая. Ну ладно. Итак, осталась вот такая вот антистресс-морковочка прикольная. Такая классная, милая морковка. Она точно несъедобная? Нет, но я согласна, выглядит прям как настоящая. А внутри у нее такой белый гель какой-то непонятный. В общем, она очень мягенькая и нежненькая. Такое ощущение, что она в любую секунду может лопнуть. И что еще осталось? И последнее. Это вот такой вот антистресс-мячик. Внутри орбизы, видимо. Я думаю, что он был в каком-то чехле и, видимо, выпал из него. Ну вот. И фламинго. Вот такой вот прикольный. Такие смешные лапки у него и шейка. У него, по сути, внутри, я думаю, тоже такой же шарик с орбизами. Смотрите, у него растягивается все. Не буду крутить, а то опять уроню. Что-то у меня сегодня рукожопство на пределе. Вот. Если я его сжимаю, то там выпучиваются через дырки такие штуки. Вообще приятненький антистресс. Надеюсь, вы уже определились, кого и как вы будете уничтожать. Я буду отрезать голову снежному человеку бензопилой. Вот это жестко, Киса Алиса. А я буду ежа, знаете, что с ним делать? Раскрывайте свои способы, чтобы никто из вас не знал, что он будет делать. Вот именно, это также будет неинтересно. Я, кстати, выбрал динозавра. Я буду уничтожать Мишку вот этого вот коричневенького, потому что у меня есть крутая идея. А я хочу уничтожить морковку. Очень оригинальный выбор, Мишань. Отлично, морковка для твоего уничтожения. Ну что, погнали уничтожать? Ваш челлендж «Кто первый уничтожит антистресс» начинается. Кто уже придумал способ? Я готов. Ну что ж, так как динозавры, это юрский период, и они все вымерли, потому что замерзли, я решил заморозить его в морозилке на 24 часа, а потом разбить этот кусок льда молотком на частички. Эйвана, ты уверен, что динозавры вымерли, потому что замерзли? Ну да, а мамонты, потому что глобальное потепление. Вроде так. Ну ладно, если что, ребята, которые ходят в школу и это изучают, тебя поправят. А то ты давно в школу не ходил и, возможно, уже что-то перепутал. Положу его прямо в ледогенератор и закопаю льдом, чтобы за 24 часа он прям хорошенько промерз. А что-то никак не получается его в лед закопать, да что такое? Ань, ты сегодня точно прям настоящий мэджик-лакожоп. Да блин! Да он все равно замерзнет. Надеюсь, я выиграю, и у меня будет лучшее уничтожение. Посмотрим, что из этого получится. Интересно, что девчонки придумали? Ох, Мишанька, для твоего уничтожения нужно включить плиту на самый-самый максимум. Класс, она уже разогрелась, давай скорее сковородку ставь. А теперь мы будем уничтожать морковку, зажарив ее хорошенько. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что с Лизей-то мы жарили, а вот целый антистресс еще никогда. Я думаю, что у меня получится его уничтожить с твоей помощью. Прикол! Смотри, он как настоящая морковка, покрывается такой хрустящей корочкой, блестит, как будто в масле жарится. Да, ты ее подвигай, поперемешивай, как будто живую морковку жаришь. Упс, только в отличие от живой морковки, кажется, наш антистресс лопнул из-за того, что нагрелся. И вот в одном месте у него дырочка образовалась, и вот эта жидкость, которая внутри, сейчас начнет выливаться из него. И, похоже, жарится вместе с морковкой. Фу, как это странно пахнет! И, кажется, начинает очень дымиться. Похоже, тут становится слишком жарко. А, упс, по-моему, мы горим. По-моему, сейчас начнется адский пожар. Пора пожарных вызывать. Да, уж дымится она, о-го-го! И воняет на весь дом. Жесть! Мы тут сейчас все отправимся от этого антистресса. Кухня полная дыма. Ай! Надо открывать окна срочно! Опасная штука, такое лучше дома не повторять. Ну, вроде, с окнами легче стало. Зато, я надеюсь, я выиграю. Я обожаю химию. Короче, в прошлый раз я попыталась утопить и растворить слизь во всяких химических штуках. Но в этот раз я решила воспользоваться только белизной. И попробовать отбелить этого мишку полностью, сделать его белым медведем. Ну, у вас у всех и опасные уничтожения, которые делать без взрослых вообще нельзя. Откуда вы эти идеи берете? Я-то думала там ножничками разрезать. Ну, попробовать утопить, а вы залить кислотой, белизной, сжечь, заморозить молотком, раздолбать, бензопилой распилить. Что там Юмичу придумает, даже представить не могу. Ань, ты зачем рассказываешь-то? Ой, я ребят выдала. Софи, только не говори им. Я случайно. Ну, в любом случае, ты уже свой эксперимент провела, так что переделать нельзя. Надеюсь, он из обычного медведя станет белым медведем. И ребята удивятся, и я выиграю. Если честно, я без понятия, что с ним произойдет в полной чашке белизны. Она ведь опасная. Итак, я очень давно мечтаю что-нибудь переехать машиной. Так что сегодня мы раздавим этого ежика колесами многотонной тачки. Только с одним условием Юмичу. Это опасно, поэтому ты находишься тут и наблюдаешь за уничтожением со стороны. Ладно, ладно, погнали. Попытка номер один, медленная скорость. Вперед. Я, если честно, ожидала большего. На медленной скорости его только расплющивает, но он возвращается обратно. Не убиваемый еж. Действительно, кажется, твоя идея Юмичу провалилась. С ним ничего не случилось. Не, давай попробуем еще раз по-другому, давай. Попробуем сделать это на большой скорости. В замедлении приближения видно, что мы не раздавили ежа даже на большой скорости. Я не хочу проигрывать, давай пробовать еще по-другому. Положим на него дощечку, чтобы он бы получше расплющил. И попробуем ехать помедленнее. Ну стоп, машина весит много тонн, должна же на его раздавить. Юмичу, даже под дощечкой с ним ничего не стало. Он стал немножко меньше, хуже возвращаться назад. То есть воздух из него вышел, он весь в пыли, в грязи, но дощечка не повлияла. Я предлагаю его зажать между двумя дощечками, так шансов будет больше. Ну давай хотя бы так попробуем, я не хочу проигрывать. Две дощечки, мне кажется, сплющили его намного лучше. Хорошая была идея. И кажется, у нас получилось, у него глаз выпучился. Юмичу, ты не поверишь, медленнее намного, но кажется, он возвращается обратно и опять вернулся в свою обычную форму. Давай попробуем еще разок. И на большой скорости проехаться по нему. Даже большая скорость не помогла, с ним ничего не произошло. Дощечки сломались, а ежик, ну не совсем, но он в порядке, он целый. Похоже, покемон, пора сдаваться тебе. Нет, 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 у меня есть другая идея. Дощечки практически сработали, но деревьев вешки мягкие, надо что-то твердое, типа плитки. Что-то мне подсказывает, что если машина проедет по плиткам, да, они, они лопнут. Но, на удивление, наконец-то у тебя получилось. Ежик тоже лопнул вместе с этими плитками. Вот такая вот дырка, так что тебе все-таки удалось. Все-таки у меня получилось хоть кого-то переехать машиной. И я его уничтожила. Уничтожила, крутяк, хоть бы я выиграла. И к твоему уничтожению, киса Алиса, у меня тоже есть условия. Во-первых, мы делаем это на улице, во-вторых, ты сидишь только на этой полке. Потому что все это очень небезопасно. Ладно, ладно, давай начинать пилить его. Повторять подобные вещи ни в коем случае нельзя, тут и электричество. И наше жуткое пилищее устройство. И, конечно же, гильотина. Место, на котором мы будем казнить твой антистресс и пытаться его распилить. Отпилить ему голову, давай. Я очень надеюсь, что у нас получится сделать это с первой попытки. Пока что я пилю доску под ним, а он почему-то двигается вместе с лезвием и никак не пилится. Оно как бы входит в него и выходит и не распиливает его. Хм, странно. А попробуй положить его между досок. Да уж, не так, что и легко получается уничтожать антистрессы. Я попробовала запрессовать его между досок и пробую таким образом хоть как-то что-то пилить. Нижняя доска отпилилась, верхняя тоже, а с антистрессом ничего не случилось. Очень неожиданно. Это просто нереально. Значит, ты плохо его зажала там. Я все-таки попробую отпилить ему голову таким образом, зажав тело, оставив голову, пройдет ли сквозь него пила. Ну, блин, она не хочет его пилить. Он просто вот отходит и все. То есть доска пилится, а он нет. Я не понимаю, как это работает. Я себе так пальцы могу просто-напросто отпилить, в конце концов, если так. Хм, странно. Он вроде как начал его пилить, но не допилил, не прорывал его голову. Давай еще разок. Попробуй все-таки под прессом. Да, я это и пытаюсь сделать. Теперь я его зажму там хорошенько между досок, прям очень сильно, чтобы он не мог идти вперед вместе с лезвием. И вот так вот распилю. Голова отвалилась. Ура! Все-таки у нас получилось его уничтожить. Мы отпилили ему голову, а внутри у него какая-то соль. Мне кажется, это какой-то искусственный порошок, но да, нам удалось его уничтожить. Ну что, как там мой динозаврик спустя так много часов? Я уже даже переложила его в другое место, потому что во льду он никак не хотел замерзать. Вот сейчас он прям затвердел неплохо, но только внутри, в животе. А снаружи его хвост и шея буквально за несколько секунд размикают обратно. И я думаю, что молотком тут бить просто бесполезно. Так, разойдитесь, сейчас буду лупить молотком по заданию Эйвона. Ну, с ним ничего не происходит. Он не превратился в ледышку. Киса Алиса, Киса Алиса, просыпайся, подводите итоги. Да я уже устала вас ждать по 24 часа, там в белизне замачивают да во льду. И вообще, я не сплю, ясно? Аня, 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 знаешь, что мы придумали, знаешь, что? Что? Мы решили, что победителя в этом челлендже выберут ребята, сами наши зрители, понятно? Да, они напишут в комментариях, кто из нас выиграл в этом челлендже. Ну, тогда давайте показывать им итоги. Итак, Софишкин Мишка, замоченный на сутки в белизне. Мне кажется, что он не сильно изменился. Неожиданно, но он не побелел. Странно, что цвет не ушел. Эйвена, динозаврик, не замерз, вы видели. Вы видели, как проходил эксперимент Юми с ежиком, которого мы переезжали машиной. И вот это вот монстр Киса Алисы, которым мы отрезали голову. А также Мишкина морковка, которую мы пытались пожарить и чуть не устроили пожар. Пожарить, пожар. Ну, в общем, выбирайте. Пишите в комментариях первое, второе, третье, четвертое, пятое место. А теперь идите смотрите новое видео на нашем семейном канале, общем с Аней, Мэджик Фэмили. Там очень-очень-очень-очень классный ролик. Мы ссылку, как всегда, в описании оставили. Скоро увидимся. Я думала, что только я лучше всех уничтожила.